Взгляд эксперт объяснил, как ракета индийского Су-30 могла сбить пакистанскую МРАМ. Эксперт объяснил, как ракета индийского Су-30 могла сбить пакистанскую МРАМ. 6 марта 2019 года, 22.40 фото. ТАС-текст, Александр Колпаков, Оксана Борисова. Ракете все равно, куда лететь. Она идет на металл и берет ту цель, которая находится ближе всего, пояснил газете взгляд лечик-инструктор Андрей Красноперов. Так он прокомментировал споры в благосфере о том, мог ли индийский Су-30 в принципе сбить пакистанскую ракету. Современные ракеты могут летать в любую сторону и самостоятельно отслеживать цель, объяснил лечик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов. То есть самолет пускает ракету просто в сторону цели. Если в этот момент цель сама стреляет в него встречной ракетой, то твоя ракета бьет тот металлический предмет, который идет навстречу, поясняет майор ВВС. Ракеты сбивают не только самолеты, но и любую цель, любой металл. Сбивая ракету, самолет, естественно, обеспечивает себя полной безопасностью, заключил Красноперов. Как сообщала газета «Взгляд», в среду представители ВВС Индии уточнили обстоятельства недавнего воздушного боя с ВВС Пакистана. По их данным, один из истребителей Су-30 индийских ВВС сбил ракету класса «Воздух-воздух» средней дальности, выпущенную пакистанскими пилотами. После этого в благосфере возникла дискуссия о том, насколько достоверны такие сообщения, поскольку истребители не вооружены противоракетами и, как правило, они уклоняются от ракет противника, но не могут их сбить. Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов также не исключает, что индийскому истребителю удалось сбить нацеленную на него пакистанскую ракету. Самолет Су-30СМ – это достаточно универсальная машина. Экипаж – это два человека, летчик и специалист по наведению и управлению оружием. Возможности по поражению у этого самолета достаточно высокие. Производится стрельба ракетами. К примеру, это может быть Р-27, одна из массовых ракет, хорошо себя зарекомендовавшая, сказал Попов газете «Взгляд». Здесь надо учитывать, что есть радиолокационное управление системой наведения и есть тепловое. Этот тандем, как правило, сохраняется. Пару ракет вешают с тепловыми головками самонаведения и еще пару ракет с радиолокационными. Боевой заряд может сработать не обязательно при столкновении, но даже вблизи нахождения объекта поражения сработает реакция на массу, даже на воздушный шар, хотя там металла в разы меньше. То есть боевой потенциал сохраняется даже при условии промаха, отметил эксперт. Может ли одна выпущенная ракета сбить другую, встречную? Может, хотя это маловероятно. Например, у тебя ракета ближнего боя, более маневренная, которая превышает по скорости ракету дальнего боя в 2-3 раза. Ты наблюдаешь встречный выстрел большой ракетой. Тогда, действительно, ее можно сбить ракетой ближнего боя или даже из пушек. Да, вероятность поражения низкая, но такое и возможно, признал Попов. Текст, Александр Колпаков. Оксана Борисова.